Курск Первый секретарь Курского обкома ВКПБ Павел Иванович Доронин в переговорах с заместителем начальника генерального штаба Красной Армии генералом Григорием Григорьевичем Соколовым определил стратегию обороны города Курска. Боевые действия на Курском боевом участке в районе села Линец-Фатеш идут с участием частей 7-й гвардейской стрелковой дивизии, 133-й танковой бригады и 38-го мотоциклетного полка. На Курском железнодорожном узле построены два бронепоезда, направленные на оборону города. Курский обком ВКПБ обратился к военному совету Брянского фронта с просьбой направить в Курск части 2-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Адриана Захаровича Акименко. Полки народного ополчения города Курска выведены на боевые рубежи. На оборону Курска направлен личный состав истребительных батальонов 35 сельских районов и 4-х районов Курска. В Курске объявлено осадное положение. В командование курским гарнизоном вступил полковник Акименко, командир 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Истребительные батальоны города Курска переданы в состав полков народного ополчения. Бойцы Курского народного ополчения приняли воинскую присягу. Части 9-й танковой и 95-й пехотной дивизии гитлеровцев вышли на северные подступы к городу Курску в районе сел Овсяниково, Сапогово, Шуклинка. Начало боевых действий защитников города в районе Знаменской рощи и кирпичного комбината. Народные ополченцы вместе с полками 2-й гвардейской стрелковой дивизии вели боевые действия на улице города Курска. В ночь на 3-е ноября город оставлен советскими войсками. Какие только бури не слетали на молодость твою и седину, А ты стоял, как сделанный из стали, И в огненной дуге, и в старину, Горжусь, что я родился в колыбелье, Малей широких перелесков рек, Что мы с тобой не тлили, а горели, Что мы, буряне, с тобой навеку. Редактор субтитров А.Семкин